Привет, друзья! Вы на канале Монитамания и о том, как можно зарабатывать на монетах, на монетах Украины и не только. И сегодня я загляну к Саше в лавку удовольствия. У него много здесь редких, дорогих монет Украины. Сейчас вы узнаете историю про вот такой вот полтинничек, который просто-напросто человек нашел из оборота. Давайте слушать. Саша, расскажи мне, как у тебя успехи? Я, кстати, вот приехал к тебе с подарочком небольшим. Спасибо, Лёв, спасибо, классный подарочек. Как у тебя успехи? Что интересного приносят сейчас в лавку? Какие, может быть, редкие монеты Украины? Лёш, приносят много, приносят много. Ну, я не удивлю Гришками 95-96, да? Может быть, даже вот таким уже не удивлю никого. Вот. Да, английский чекан побывал в явном обороте. Я про него рассказывал, я про него даже снял ролик. Знаешь, как это выглядело? Ты не слышал эту историю? Он привнес ко мне дядька и говорит, купите? Я говорю, куплю. Посмотрел же, ну, убитая, купил у него. Я говорю, молодец, а вы что, перебором занимаетесь? Он говорит, да нет, говорит, я посмотрел твои ролики, вижу, что люди на этом деньги зарабатывают. А меня девочки, говорит, в моем магазине просили мелочь на сдачу, чтобы я взял. Я пришел в банк и говорю, дайте мне по 50 копеек на сдачу. Я же видел, какие монеты ты называл, что надо искать. Английский чекан, пятый штамп там и тому подобное. Вот. Я беру этот пакет мелочи, высыпаю при девчонках на стол и говорю, девчонки, значит, смотрите, мы с вами будем перебором теперь заниматься. Нам надо искать монету, а, вот такую. И взял ее сразу из этой кучи. Представляешь, мы до сих пор за два года переборов не нашли такой. А этот взял, вот так вот просто высыпал и нашел ее с первого раза. Я стою и говорю, да я вам не верю. Он говорит, да я клянусь, я вообще никогда в жизни не перебирал. Прикинь. Класс. Саша, поделись своим личным опытом, а на каких монетах Украины или не только Украины ты реально зарабатывал приятные деньги? Я зарабатывал на всех. То есть у меня подписчики мне продавали много монет. Если ты хочешь спросить, что я нашел в переборе, чтобы прям с нуля заработать. Такое? Да, Лена нашла моя 25 копеек 95-го. Я ее продал за 2000 гривен. То есть вот, считай, заработок 1999-75. Находили 2001 года 5 копеек. Находили 3.1. То есть там заработок 350 гривен. А вот на других, на серебре, какие монетки прямо действительно стоит покупать, например, на каких монетах, кроме монет Украины, которые мы показали, про которые я рассказываю на канале, можно еще заработать? Леш, я прямо противник прогнозов, когда люди говорят, так, покупайте вот это, вкладывайте деньги, и оно будет расти. Я считаю следующим образом. Если ты все покупаешь по банковской цене, то покупать можно все. При, собственно, небольшой коллекции, ну, допустим, я взял все серебряные монеты 2020 года, собрал и продал их в два раза дороже, чем покупал. Все вместе, как коллекция. Есть люди, ты видел, я даже ролик снимал. Полностью все монеты Украины из Нейзильвера обычные, начиная с какого они там, с 96-го года, заканчивая по 2020 год. Вот полностью коллекцию мы продали. То есть человек ее купил за 30 тысяч гривен, в итоге продали мы ее в районе 70 с чем-то тысяч. И чтобы понимать, какие монеты стоят дорого, важно покупать себе каталоги с ценами и понимать, какие года редкие. Саша, есть ли у тебя в продаже вообще каталоги? Может, я сейчас тоже что-то себе приобрету? Конечно, конечно. Смотри, самый крутой каталог. Я тут уже спросил, просто тебе наводите. Леш, смотри, вот у меня есть два каталога, которых я все время пользуюсь. Это репринты, я их купил себе, да? Это и ТК по украинским монетам и каталог ценник. То есть это я приобрел у нас в городе. Собственно, дешево, других нет вариантов. Оригиналовых нет. Можно, кстати, передать привет Юрию Тимофеевичу Коломийцу. Если у него есть на продажу, может прислать тебе с автографом. Я думаю, будет разлетаться у тебя в магазине просто. С удовольствием, связывайтесь со мной, потому что я даже хотел написать, но там нет телефона для связи. С удовольствием буду торговать оригиналами, если они будут. Вот такие каталоги, которыми я пользуюсь ежедневно. И сейчас хочу похвастаться, у меня есть... А, у тебя есть книжечка Максима Загребы. У меня есть каталог Максима Загребы. Они есть на продажу. Цена их 480 гривен для любого желающего. Отличная цена. Мало того, у меня здесь с автографом YouTube-каналу «Лавка удовольствий» от автора Загребы. Это в каждой книжке такой или только в одной? Это только мне для «Лавки удовольствий». И такая же книга есть от Загребы по монетам СССР. Здесь тоже шикарно. Скажем так, все монеты указаны, и годовые наборы какие были, и юбилейные, и все цветное, все в картинках. И тоже подписал мне вот такой каталог. Он стоит 300 гривен. Вот этих, кстати, осталось всего 2 штуки, потому что и больше выпускаться не будут. Они в конце года будут уже следующие издания, поэтому, собственно, дополнится. Это что касается монет Украины. По монетам СССР, какие монеты редкие года, обиходка, может быть, есть у тебя? По монетам СССР я показал вот один каталог, второй каталог ценник. Есть еще один, который я продавать не буду. Это мне подписчики из России, я у них купил, Елена Волобуева. Нашла мне. Здесь монетки новые и старые есть. И новые и старые, все по СССР. Собственно, нет здесь разновидностей каких-то штампов. По годам. Здесь по годам. И какие-то пробные указаны. Для разнообразия он подойдет. Для определения я все равно пользуюсь каталогом ценника. Итак, что еще? Смотри. 250 гривен это каталог монет России. Оригинал Москва. Здесь Царская Россия. До Николая Второго полностью, с самого начала, ты можешь определить здесь любую монету по ее весу. То есть, собственно, это самое полное, что есть на сегодняшний день. Им я пользуюсь как рабочим. Вот это у меня новинка. У нее такая же цена. Каталог монет это евро. Начиная с 99 по 22 год. Мы живем, кстати, в 21, а тут уже по 22 год человек переставлялся. План, просто план уже есть. План, да. Здесь он сделан в том же стиле. То есть, это один и тот же автор, Коинс Москва. И здесь указаны дорогие разновидности евриков, двух шутчиков. Это канал. Это YouTube канал, ребят. Сейчас запустили новый канал. Да, я не знал. Да, да, очень интересный. Я не знал. Ребят, вот так видите, чтобы понимать, на каких монетах можно заработать, смотрите канал, изучайте каталоги, консультируйтесь с блогерами, добавляйтесь ко мне в Instagram, добавляйтесь к Саше на канал, добавляйтесь в Instagram. Саш, что ты еще пожелаешь всем, кто будет смотреть это видео? Счастья, здоровья и регулярного этого. Ну, в общем, всех благ. Пока, друзья.